Сотни тысяч тонн зерна, технологии и военная поддержка. В Сеуле узнали, как Россия рассчитается с КНДР за отправку военных на войну против Украины. Федерация будет поставлять в КНДР 600-700 тысяч тонн риса в год. Существенная помощь для Пхеньяна, который не может прокормить свое население. Зарплата задействованных против Украины северокорейских военных составит 2000 долларов. Это при том, что средняя месячная зарплата в КНДР по состоянию на 2022 год составляла от 1 до 3 долларов США. Но большая часть российских денег, вероятно, не дойдет до солдат и их семей, а останется у властей Северной Кореи. Вступление КНДР в войну против Украины является совершенно неплохим соглашением для Северной Кореи. Во-первых, финансовые и продовольственные кризисы в стране в значительной степени решены российской компенсацией за ее вклад в военные действия. Зафиксировано, что Северная Корея сражалась за Россию. Если на корейском полуострове когда-нибудь начнется война, Северная Корея теперь может ожидать, что Россия придет на помощь. Из публикации издания Korea Herald со ссылкой на экс-посла Южной Кореи в России Висун Лака. Объективных доказательств, что солдат российской армии готовят к участию в возможной эскалации между корейскими государствами нет. Но Пхеньян хотел бы на это рассчитывать. В Министерстве иностранных дел Северной Кореи пообещали Путину поддержку, так сказать, до победы. Однако, как утверждают аналитики, если война против Украины закончится, Северная Корея потеряет ценность для Кремля. А международная изоляция, санкции и напряженные связи с Китаем могут привести к тому, что российскую помощь КНДР может так и не получить. Северная Корея будет полезна России, как разменная монета в переговорах со следующей администрацией США. Москва будет использовать свои тесные связи с Пхеньяном, чтобы получать рычаги влияния на Вашингтон, как это делал Пекин в прошлом. Нам Сон Вук, бывший президент Института стратегии национальной безопасности. В долгосрочной перспективе Северная Корея больше потеряет, чем получит, подытожили аналитики Института. Размещение северокорейских войск на территории России и их участие в войне против Украины глава ДИП-ведомства ЕС Жазеп Боррель обсудил с южнокорейским правительством и призвал Сеул нарастить поддержку Украины. Углубляющее военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией представляет серьезную угрозу не только для безопасности Европы, но и для Тихоокеанского региона, а также мира в целом. С помощью сегодняшнего диалога мы укрепляем наше стратегическое сотрудничество в ключевых областях экономической безопасности. События в Корее и в Украине далеки, но взаимосвязаны, и размещение северокорейских войск в России убедительно иллюстрирует важность нашей общей повестки дня в области безопасности. Это не риторика, это не теоретический подход. Ведь войну Россия ведет на границе Европы, и в этой войне будут участвовать северокорейские войска. Поэтому нам необходимо усиливать наше сотрудничество, работать вместе, руководствуясь общими интересами и общими ценностями. Ранее Южная Корея направляла Украине только нелетальную помощь. Средства связи, медицинские принадлежности, амуницию, разведданное. Законодательство страны запрещает отправку военной техники и оружия воюющим странам. Эту норму могут пересмотреть, если власти преодолеют противодействие оппозиции. Чтобы уничтожать российский и северокорейский контингент силам обороны Украины, были бы полезны сотни тысяч южнокорейских артиллерийских снарядов, системы противовоздушной обороны и дальнобойное вооружение. Субтитры создавал DimaTorzok